Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы сведем в эпичной битве два супер хита от компании Poco. Да, пришло время выяснить, кто же из них действительно топовый топ за свои деньги. В левом углу ринга взорвавшийся новичок на стиле Poco X4 Pro, в правом любимец миллионов и уже заслуженный народный топчик Poco X3 Pro. ПО, битва поколений на лицо, но вот не ударит ли в грязь лицом новичок Poco X4 Pro, сейчас мы с вами и постараемся узнать. Так, тот же Poco X3 Pro, быть может, ну не супер идеал, но все же смартфон, который действительно доказал на практике звание прекрасно сбалансированного устройства с мощным железом. Ну а начнем, как всегда, с дизайна, внешнего вида и качества сборки. Что ж, тут, как говорится, на вкус и цвет, но в то же время у смартфонов от компании Poco дизайн всегда был не от мира сего. Помню, с выходом X3 линейки была куча разгневанных комментариев по поводу его внешнего вида и ужасно выпирающего глазка основной камеры. Надпись на пол задней крышки и все дела. Ну ничего, со временем привыкли и многим он наоборот даже стал нравиться, как в принципе и мне. Хотя все-таки сами материалы корпуса оставляют желать лучшего, так царапается Poco X3 Pro просто об воздух. X4 Pro в этом плане однозначно получше. Да, он марки, да и блок камеры это вообще просто какой-то писк. Последний писк. Пиксель-стайл, аппарат с другой планеты. Но вот царапается он уже не так легко, да и в руках ощущается дороже. То есть смартфон тут однозначно подрос, смотрится в живой аппарат дороже своего предшественника, имеет лучшие материалы корпуса и, как мне показалось, собран тоже чутка получше. Но это не точно. Ну а вы обязательно в комментариях под этим видео выскажите свое личное мнение по поводу дизайна обоих девайсов, какое лично вам нравится больше. Далее пара слов об оболочке и системе. Да, тут небольшая засада, к сожалению, но Poco X3 Pro на данный момент так официально и не обновился до 13 MIUI. Хотя, несмотря на то, что Poco X4 Pro уже летает на ней прямиком из коробки, большой разницы по интерфейсу в них, ну, честно, не наблюдается. Так, по мелочи. Оба девайса работают вполне шустро, а у обоих иногда могут проскакивать микроподфризы и статоры, но особо они не донимают. Что касается X3 Pro, то он в скором времени, думаю, все равно получит обнову до 13 MIUI. Правда, сколько его еще будет поддерживать производитель, конечно, под вопросом, но, думаю, этот год уж точно, а может быть даже и следующий. В этом плане X4 Pro, конечно, лидирует, его поддержка уж точно будет длиться дольше. Но в остальном, что касается работы интерфейса и любых повседневных задач, большой разницы я между данными смартфонами не заметил. Так что следующим пунктом у нас будет производительность. И если по предыдущим критериям лично у меня лидировал Poco X4 Pro, то вот тут засада. Несмотря на то, что Poco X4 Pro вроде как помоложе является прямым преемником X3 Pro, он, к сожалению, получил чип несколько послабее. А если быть точным, примерно на 50% слабее. Да, это прям серьезно. В Poco X3 Pro ставится Snapdragon 860 с графикой Adreno 640. В Poco X4 Pro Snapdragon 695 5G с графикой Adreno 619. Если в повседневных задачах разница между ними, повторюсь, ну незначительная, оба работают примерно одинаково хорошо, то вот в играх разница между ними будет куда более значительная. И, конечно же, не в пользу X4 Pro, каким бы он новым ни был. Не, спору нет, на X4 Pro тоже можно поиграть и при том адекватно, но его стезя это низко-средние настройки графики, а вот X3 Pro прекрасно чувствует себя и на высоких, а в некоторых даже на ультра-настройках графики. Но, конечно, не в таких играх, как Genshin, там все равно выше средних лучше вообще не подыматься. Так что, если во главе всего лично у вас стоят игры, и вам нужен смартфон именно с упором на эти самые игры, тогда Poco X4 Pro это, ну, не лучший вариант. Тут как бы безоговорочная победа Poco X3 Pro. Однако, несмотря на то, что Poco X3 Pro уже почти год, и он получил кучу обнов, к сожалению, он все равно подвергается троттлингу. Но X4 Pro он тоже не обошел стороной. Кстати, ребят, кому интересен полный детальный игротест каждого из смартфонов, они уже есть на канале. Там мы их пропесочили по полной программе с FPS, нагревом и троттлинг-забегами. И да, перетест Poco X3 Pro после года и кучи обнов ждите уже в этом месяце. Далее по списку у нас идет экран. Тут опять же два вечно конфликтующих лагеря. EPS против AMOLED. Кому-то нравится первый тип, а кому-то второй. Поэтому, опять же, пишите в комментариях тип, какого дисплея предпочитаете именно вы. И, конечно же, почему. Лично я в последнее время пересел на AMOLED и никаких проблем с этим не чувствую. Если вернуться к нашим братьям, то все же на Poco X4 Pro дисплей поприятнее. Он однозначно сочнее, имеет лучшие углы обзора, и, как мне показалось, в некоторых моментах даже лучшую детализацию. Но это спорный момент. У обоих экраны на 6,67 дюйма. Правда, за счет скошенных граней, X4 Pro кажется немного компактнее. Также оба брата получили частоту обновления в 120 Гц, а вот сенсорный слой у X4 Pro все-таки чутка пошестрее. 360 Гц против 240 Гц в Poco X3 Pro. Возможно, в какой-то игре зарешает, но не думаю. Так, снова большой упор идет именно в производительности самого чипа. Хотя, если в какой-то казуальной игре, то, быть может, да. Так что по дисплею мой выбор за Poco X4 Pro. Ну и отверстие под фронталочку у него все же чутка поменьше. Что ж, до камер, то фронталочки по качеству примерно равны. Единственное, у Poco X4 Pro она все же немного уходит в более теплые тона, но не критично. Софт по-любому еще будет перелопачивать, и по итогу через полгода он может снимать вообще по-другому. Но на данный момент девайсы примерно равны. Фронталочка у X4 Pro на 16 мегапикселей, а у X3 Pro на 20 мегапикселей. Но, опять же, погоды это не делает. А вот основная у X4 Pro на 108 мегапикселей от компании Samsung. Это модуль HM2. А вот у X3 Pro на 48 мегапикселей, но уже от компании Sony. Модуль IMX582. Да, Sony всегда лучше, чем Samsung. Но в нашем случае при хороших условиях съемки и достаточном освещении, Poco X4 Pro просто разрывает по деталям Poco X3 Pro. В сумерках и ночи они начинают сравниваться, но все равно X3 Pro остается немного позади. По ширикам примерно паритет, как в целом и по макро. Но как ни крути, X4 Pro действительно всегда фотографирует лучше. Но есть у него и ложка дегтя. Видео, к сожалению, он может снимать только в Full HD разрешении при 30 кадрах в секунду. Да, быть может, многим это будет достаточно, так как качество, опять же, для Full HD вполне себе адекватное. Плюс есть неплохая система стабилизации. Но вот X3 Pro может снимать видео в 4К 30 кадров в секунду, за счет чего картинка смотрится более детализированно, и у него тоже есть система стабилизации и в данном разрешении. Так что, если вы часто снимаете видео, выгружаете его на ПК, например, для монтажа и так далее, лучше, конечно же, выбрать аппарат из 4К. А если по максимуму, что вы будете делать, это просмотр своих видео, опять же, на экране смартфона или для отправки по WhatsApp, например, то большой разницы не будет. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами видеосъемки, сделанными при помощи наших сегодняшних героев. Ну а сейчас, ребят, как и обещал, мы приступаем к тестам камер наших сегодняшних девайсов в режиме видеосъемки. В правом углу ринга у нас находится любимица миллионов Poco X3 Pro, в левом Poco X4 Pro. Для каждого из смартфонов у нас активировано максимальное качество записи видео. Повторюсь, Poco X3 Pro может снимать в 4К 30 кадров в секунду с системой стабилизации. Poco X4 Pro, к сожалению, на данный момент, опять же, только Full HD 30 кадров в секунду, но также с системой стабилизации. Также попутно вы можете оценить качество записи звука микрофонами каждого из девайсов, переключая попеременно, и можете вы послушать на, так сказать, своих устройствах, как звучит каждый из смартфонов при записи видео. Так, что еще хочу отметить, в целом, если смотреть на дисплей смартфонов, то не могу сказать то, что картинка прям как-то дико бросается в глаза. Как я и говорил буквально пару минут назад, о том, что если вы снимаете чисто на телефон, то и смотрите, опять же, чисто на телефоне, то большущей разницы между аппаратами не будет. Если же вы скидываете на ПК, там, для монтажки и так далее, то, конечно же, лучше снимать в 4К 30 кадров в секунду. Это будет гораздо лучше. Да и, в принципе, наверное, вот сейчас вы смотрите на экранах своих устройств и, наверное, видите разницу, потому что даже я сейчас присматриваюсь, и вроде как разница есть существенная даже на дисплее смартфона. Так, и давайте-ка проверим систему автоматической фокусировки на макро. Ага, есть. На горизонт. И еще раз макро. И еще раз на горизонт. Но сейчас, ребята, мы переключились уже на широкий угол. Тут качество записи видео получается у обоих девайсов, только Full HD 30 кадров в секунду по максимуму. По-прежнему у обоих у нас есть система стабилизации. Ну и картинка по качеству уже плюс-минус сравнивается. Быть может, кто-то где-то отрабатывает по деталькам получше. Опять же, по дисплеям смартфонов я, честно говоря, оценить это по максимуму не могу. Вы сейчас видите итоги на дисплеях своих устройств и можете сделать выводы. Ну а сейчас, ребята, мы, собственно, переключаемся на фронтальные камеры наших сегодняшних героев. Сейчас это, в первую очередь, Oppo X3 Pro. Максимальное качество записи видео на фронталку на данном смартфоне получается у нас Full HD 30 кадров в секунду. Это максимальный угол захвата изображения. Смартфон держу на вытянутой руке. Вот такая вот у нас картинка получается. Теперь переключаемся на X4 Pro. Ну а сейчас, ребят, как я обещал, мы переключились уже на фронтальную камеру Poco X4 Pro. Тут качество записи получается также Full HD 30 кадров в секунду. Все по максимуму. Опять же, смартфон держу на вытянутой руке. И вот такой вот угол захвата изображения у нас получается при съемке на фронтальную камеру Poco X4 Pro. Ну и последний пункт – это автономность. Поко X3 Pro оснащается баночкой на 5150 мАч с поддержкой быстрой 33-х ваттной зарядки. А вот Poco X4 Pro баночкой на 5000 мАч с поддержкой быстрой уже 67-ми ваттной зарядки, за счет чего он заряжается примерно на 30, а то и 40% быстрее. Что по автономности, то за счет более энергоэффективного и не такого произведенного чипа в паре с AMOLED дисплеем держит Poco X4 Pro лучше, чем Poco X3 Pro. Опять же, в процентном соотношении примерно на 15%, и это чувствуется, особенно в лобовом сравнении. То есть, прирост получил все приличным, и если Poco X3 Pro держит хорошо, то X4 Pro держит очень хорошо. Правда, на день актива хватает обоих. На этом, думаю, все, дорогие друзья. Ах да, что касается звучания, то по звуку оба девайса примерно равны. На X4 Pro мне показался звук чуточку почище, но опять же, в плюсы это закидывать не буду, звучат они очень похоже. И у обоих, разумеется, стереозвук. Что ж, если не учитывать то, что Poco X4 Pro не может записывать 4К видео, кстати, скорее всего, этот момент можно будет поправить в сторонних приложениях камеры, но это, опять же, не точно, и то, что он прилично слабее в играх. Выходит, что по всем остальным параметрам он действительно лучше своего предшественника. Вот поставили бы ему 778 G-Dragon, и тогда был бы вообще шоколад. Но, опять же, если вы прям не супер игрок, тогда и производительности 695 5G вам тоже должно хватить. Ну а вы в комментариях под этим видео обязательно выскажите своё личное мнение по поводу наших сегодняшних героев. С радостью побеседуем и разберём их по косточкам. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok